Доброе утро! У нас сегодня среда, время 10 часов утра, я сижу в машине, наконец-то, сейчас поеду первый раз за год, ну, почти за год, грею машину, как обычно, серое хмурое небо, плюс 8 будет сегодня, блин, я очки не надевала год, представляете? Вот. Что еще? Поеду, какие у меня сегодня планы? Сегодня в планах у нас... Муж уехал на работу на метро, ему в центр Москвы, туда суваться вообще бесполезно. Так, а у меня в планах сегодня посетить поликлинику, хочу узнать по поводу диспансеризации, что-то я не поняла, надо записываться, не надо записываться, вот. Вот. И, значит, мне нужно к стоматологу, у меня все-таки болит зуб, когда я ем, то есть я, когда нажимаю, у меня больно, холодная, горячая, твердая, мягкая, уже без разницы. Вот. Поэтому я вчера смотрела, талонов не было. Зашла сегодня утром, и на сегодня есть талон, один свободный, на полчетвертого вечера. Поэтому хочу сегодня пройтись, короче, по врачам. Завтра нам нужно будет в паспортный стол, и в школу понесу. Ну, это ладно, это завтра. Так, короче говоря, сейчас поедем. Так, время почти 12. Хожу по территории нашего больничного городка. Здесь, оказывается, так прилично все сделано. Такие туи в виде елочек красивой, и даже фонтан. Как-то я его раньше не замечала. Это больница. Это тоже больница. Я там была как-то на сохранение. Так, значит, что по поводу диспансеризации. У меня все удачно сложилось. Пройду я ее буквально за три дня. Сегодня у меня... Я уже подышала в трубочку. Объем легких измерила. И вот сейчас, через 15 минут, у меня КТ грудной клетки. Именно не флюорография, а КТ. Так, вот здесь я подышала в трубочку, а вот здесь будет КТ. Я лучше подожду на улице, чем там с больными сидеть. В общем, пришла я в кабинет свободный. Никого нет. Приходите, проходите диспансеризацию бесплатно. У меня диспансеризация углубленная. Это можно чередовать. Год обычный, а год углубленный. Но у меня еще она из-за того, что я переболела в ноябре ковидом. И мне положено проверить и легкие, и все. Хотя все это делала я, когда болела. Врач мне выписывал все эти процедуры. Я сама попросила. Я и в эту трубочку дышала, и КТ делала. Короче, все подряд. О, смотрите, здесь так можно посидеть, как в лесу прям, если бы не машина. Прекрасно просто можно спрятаться здесь. Ну так вот. Поэтому мне выписали углубленную диспансеризацию. Значит, сегодня я дышу в трубочку КТ. Завтра у меня кровь и ЭКГ. В понедельник у меня будет маммография. Ну и то я тоже сама попросила. Хотя нужно раз в два года. Но у меня уже полтора года прошло. Я хочу сделать. В понедельник сделаю флюорографию. А потом уже запишусь к гинекологу сама на прием. Там тоже ничего особенного нет. И всё. И всё пройдено. Ещё сегодня у меня зубной. Я говорила или нет? Да? В общем, два врача. Вернее, три врача у меня сегодня. Всё удачно вообще сложилось. Всё классно. Вот. Так что вот такие дела. Никаких очередей. Всё свободно. Всё по времени. Народу вообще нигде нет. Ну, там шишки висят. На улице так хорошо. Можно гулять сегодня. Больница готовит обед. Пахнет какой-то капустой. Прям на улице так вкусно. А я такая голодная. Я съела завтрак в 8 утра творог и всё. А время уже 12. Прошло 4 часа. Я голодная, как волк. Так, ну что я дома голодная, как волк. Сейчас помру. Время полвторого. Всё, прошла АКТ. В пятницу уже результат можно забирать. Сегодня мне ещё ожидает через 2 часа зубной врач. Нужно быстренько покушать. Вот. Что я купила? Так. Вчера тут всё выкинула зелёное. Вот теперь купила серый. Ещё стаканчик серый. Это, это, это. Блин, ну это голубая. Ну ладно, сера голубая. Главное, чтобы всё туда шло. Хочу избавиться от зелёного. Что-то мне надоело. Но зелёный всё равно останется. Потому что более много всего зелёного. У меня все полотенца зелёные. Всё это выбрасывать я не хочу. Так, пока гуляла там между врачами. Зашла на рынок, купила свежие мини-сочники. Серый хлеб свежий. Зелёный лук. Здесь вкусные-вкусные маленькие помидорки. И один болгарский перец. Перец, кстати, так дёшево стоит на рынке. 120 рублей килограмм. Солен сладкий. Помидоры по 200 я взяла. Были и по 300, по 280. Вот. Так, и заказала ещё соль. Для посудомойки у нас закончилась. Нужно засыпать. Здесь у нас получается 3, по-моему, килограмма. Или 2. А, 1800 даже. В общем, попробуем эту соль. Так, вот у меня бумажки на завтра. Это кровь. ЭКГ. А это на понедельник. Момографическое исследование. Так, а это я мерила унитаз. Потому что я первый раз пришла. Они говорят, смотрите, не подойдёт. Мы, типа, не возвращаем. Ля-ля-ля. В общем, я и так, и сяк. Всё измерила. Всё вроде подошло. Тридцать минут, и я уже дома. Сказали. Где делали пломбу, туда идите. Чувствительность под пломбой, которую я делаю в Турции. Ну ладно. Сказали, либо пройдёт, либо совсем зуб развалится. Классно. Так, это нас топили соседи без нашего ведома. В планах у меня сейчас оттереть вот эту вот надпись, наклейку какую-то. Непонятно, почему я с ней живу 12 лет, и она меня не бесила. Я не знаю. Сейчас она меня очень сильно бесит. Особенно на фоне нового, новой сидушки. Так, хочу, чтобы прямо было бело-бело. И вот эта красота. Так, делаю передышку. Хочу выпить чай с лимончиком. Это пиво безалкогольное, брянское. Пару бутылочек подруги, пару бутылочек нам. Разбираю посудомойку. Нужно засыпать соль. Короче, буду делать теперь домашние дела. Так, покупочки из магазина Виктория. Запеканка творожная. Две штуки. Вафельки на сгущенном молочке. Так, что у нас тут? Активия с киви и орешками. Макарошки. Взяла попробовать хурму под названием цветочек. А, не цветочек, ромашка. Ромашка, вот. Яблоки сезонные. Яблоки сезонные. Кстати, 69 рублей килограмм. Такие классные. Надеюсь, вкусные. Рыбка красная. Приправа для курицы две штуки. Паприка, жвачка для плова. Сыр. 500 рублей почти. Так, завтра мы приглашены на день рождения взрослому, солидному человеку. Купили ему такой подарок, потому что у него все есть. Это кальвадос. Коньяк яблочный, да? Кальвадос. Кальвадос, извините, пожалуйста. И пакетик подарочный. Будем обедать. И через два часа нам нужно снова выдвигаться по делам документальным.